У него песочек имеется в мочевом. Вот видите неровность. Каждые два месяца пуся бреет пузико и проходит УЗИ внутренних органов, чтобы отслеживать взвеси в мочевом пузыре. Теперь кот может делать это по месту жительства, в приюте Ласка. Накануне здесь открылась своя ветклиника. Приюту больше 20 лет, и необходимость в диагностике здесь была всегда. Среди 650 собак и 120 кошек есть хвостатые с хроническими заболеваниями. Да и каждый день сюда попадают новые питомцы. Каждый день их нужно было отвозить в частные клиники на операции и анализы. Мы практически каждый день ездили в клиники. То одно животное, то два мы возили в клиники. Очень сложно транспортировать животное, то есть подстроиться, чтобы и там было время, и было кому поехать, и найти машину транспорта. То есть вот эта именно организационная вся цепь, она очень сильно била по скорости и качеству вот этого обслуживания. Ветеринарный центр здесь открыли при поддержке фонда президентских грантов. На старте проекта в Ласке был один ветврач, теперь их пять. В поликлинике для усатых они смогут зашивать раны, лечить зубы, осматривать обитателей Ласки. И даже экстренно проводить анализ, когда это нужно здесь и сейчас. Если мы говорим, что если куда-то кровь транспортировать надо было, то это как минимум сутки. Это в лучшем случае. Сейчас мы можем, получается, на месте набрать кровь для анализа и провести общее исследование. То есть если мы говорим про общий анализ крови, это 20-25 секунд. И биохимия – это примерно 11 минут. При таких мощностях в день можно проводить анализ крови условно для 50 кошек или собак. Пока здесь будут лечить только четвероногих из Ласки. Если человек обнаружил на улице безнадзорное животное, при этом готов его взять себе, но надо провести его какое-то дополнительное обследование. Например, у него есть своя кошечка, он боится. А вот я притащу с улицы другую, не дай бог заражу чем-то и так далее. То у нас это можно сделать бесплатно пока в рамках проекта. Проект будет идти лето еще. А осенью, когда проект закончится, к сожалению, закончится финансирование. Но сама клиника продолжит работать. И тогда здесь смогут принимать и домашних животных, по аналогии с уже существующим в приюте пунктом стерилизации. Ирина Корчагина, Алексей Фритин. День с толком.